Дещица. Дещица матерится. Матерящаяся дещица. Удивил? Вас удивил? А меня нет? Ну все-таки нет. А меня нет. Вот я вам серьезно говорю. Нет, но почему нет? Я ровно готов сказать, что я предсказывал себе появление матерящегося дещицы или что-нибудь в этом роде. Вас дещица удивил? Скажите, пожалуйста, дещица, которая исполняющая обязанности, ну и понятно, что там все правительство сейчас исполняет обязанности, ввиду того, что правительство сложило полномочия перед, ну то, что называется украинской правительством, сложило полномочия перед президентом Порошенко и дещица, дещица, значит, это вот исполняющий министра иностранных дел. Это собеседник Лаврова. Как не ужасно это звучит. Он матерился, как вы знаете, и матом взвал Путина. Это вас удивило. 134, 21, 35. Нет, не удивило. 134, 21, 36. Матерящийся дещица вас удивил? Ну удивил. Ну как бы необычно, черт его знает. Хотя, сейчас разберемся. Необычно как-то. 134, 21, 35. Да нет, очень ожидаемо. 134, 21, 36. Понимаешь, в сущности, профессия дипломата заключается в том, ну как мне представилось раньше, профессия дипломата заключалась в том, что дипломат сохраняет возможность говорить при любых условиях. Что такое дипломат? Дипломат это человек, который может говорить с кем бы то ни было при любых условиях. То есть дипломат это в сущности человек, который сохраняет способность разговаривать с людьми, со всеми. Он первый, кто начинает разговоры, а также он последний. И он последний, который может закончить все, что угодно. Дипломат, сущность профессии в том, что он будет, с ним будут разговаривать. Вот кто такой дипломат. С ним будут разговаривать. Почему? Потому что люди полны амбиций, обид, ссор, намеков. Значит, люди через коммуникацию, люди через коммуникацию передают эмоциональный мир, собственное несварение желудка, собственный завтрак, что было съедено на завтрак. Люди все это передают через разговоры. Но не дипломаты. Но не дипломаты. А вот дипломат не передает через разговор. Собственный завтрак, вчерашняя ссора с женой, сложные отношения, сложные жилищные условия. Дипломат не передает. Правильно? Я так понимаю. Но мне казалось. Вы удивлены. Вы удивлены тем, что сделал Дещица, который матом высказывался о Путине на площади во время атаки на посольство Российской Федерации в Киеве. Удивлены. 134, 21, 35. Так голосуют 15%. Сейчас 15% удивлены. 85% не удивлены. 86% уже. Не удивлены. 14% удивлены. Значит, 134, 21, 35. Удивлены. 134, 21, 36. Не удивлены. Почему? Ну как такое может быть? Я когда это прочла, заголовок, у меня бровь... Ну я не сильная, но бровь у меня вверх пошла, чтобы было нечасто. Я напомню вам, что Настя, Настя, которая уже много лет, может быть, даже десятилетий, работает с нами, с вами, здесь в эфире, много десятилетий уже, да, Настя? Одно пятилетие, ну что? Бабушка Российской революции. Она до этого работала в какой-то период в МИДе. Поэтому до известной степени может нам рассказать, что такое дипломат. Расскажи, почему у тебя бровь пошла к верху, давай, вверх. Ну нет, это вообще человеческое. Я думаю, что это даже к моему прошлому МИДовскому не имеет отношения. То есть там вообще, если представить себя внутри системы, то тут два варианта. Там вообще есть разные типы дипломатов, естественно, как личностей. И совсем прозрачный и безвкусный дипломат, это тоже не очень хорошо. У нас есть такие примеры. Кощунство на никакущие. Продраться невозможно через штампы, там эти все нейтральные и так далее. И они, кстати, не всегда делают карьеру. А есть совершенно природные просто люди, вот, ну, вроде там, Лаврова, например, или Чуркина. Лавров и Чуркина. Внимание, внимание, я скажу. Есть на уровне глав департаментов такие же люди. Лавров и Чуркин. Версаль. Они реагируют не всегда. Например, когда Псаки там подошла к Чуркину, да, ну вот я напомню сценку, да. Вот она подошла и стала к нему что-то там говорить, что как там ваши могут там и так далее. В какой-то момент. А он сидел там, смотрел на нее, смотрел, говорил, не плюйтесь, пожалуйста. Вот он ей сказал. То есть она к нему очень близко подошла. И когда она ему говорила, все это под камерами и так далее. Вот это же тоже, ну, вариант неформального, в общем, с одной стороны, ответа. А с другой стороны, это, ну, выдержка лица и так далее вообще переводчик. Нет, Чуркин. Чуркин — это Версаль. Чуркин — это высший класс. Когда ты была маленькая, он, Чуркин, по Югославии умывал этих людей просто мизинцем левой руки. Я этого не помню. Мизинцем левой руки. Чуркин только вот сейчас возьми. Нет, Чуркин — абсолютный Версаль, понятно. Высший класс, высший абсолютно. Это придворный человек, который умоет левые руки мизинцем, понятно? Да, но нельзя сказать, что он совсем такой пресный, безвкусный. Нет, тончайший. Да, очень индивидуальный тоже человек. То есть просто мы ему доверили, да, и он с блеском несет эту функцию. Нет, Чуркин — охренительный просто, ну что? Да, да, совершенно. И в этом смысле эта дещица, конечно, то есть это очевидно с элементами клоунады, да, человек? Ну, очевидно же, да, то есть то, что он там делал. Некоторые его там сравнивают с нашими тоже некоторыми политиками. Ну, конечно, нет, дещицу можно сравнить там, я не знаю, с Милоновым, не знаю. Ну да, любит эпатаж там и так далее. Приковат, конечно, приковат. Вот. Но долго ли он пробудет в этом качестве? Ну, я не знаю. Давай, вот давай об этом поговорим. Давай, я не знаю, честное слово. Давайте остановим это голосование. Итак, вы удивлены тем, что сделал дещица, который, вы знаете, матом высказывал. Во время штурма, во время атаки, во время само по себе удивительное событие. Он приехал переговариваться на все эти манифистанты. Он приехал, он приехал говорить с людьми, которые атаковали российское посольство, и при этом матерно высказывался о Путине. 17% удивлены, 83% не удивлены. Нет, потому что он нашел в себе силы объясняться, объяснять, что ну мне же надо было сказать что-то созвучное тому, что они думали, чтобы они меня услышали. Да, 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 объясняться стал. То есть он стал объяснять, что он должен был созвучно как-то высказаться. Любой бы на его месте сделал то самое. Доверие, да, коньер, конечно. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий Зеленович. Вы удивлены или нет, Дмитрий? Да, здрасте. Да, в общем-то, нет. Ну, вы бы смотрите, у него прям лицо дебилов, как бы. Ну, может быть, просто антропологически иное лицо, может быть. Так нет, так самое главное, что после этого показали дипломата нашего, когда пришли переговорщики, мальчик, этот молодой старец. Как он культурно со всеми поговорил? Ребята, мы приняли ваше заявление, в Москву все передадим. Да, да, да. Аккуратно, хотя там люди были наверняка настроены воинственностью. Да, нет, ну как, там вот воинственность, понимаете, это чуть позже мы обсудим, поскольку там основная масса агрессоров тонко контролируется, вообще это был батальон Азов Коломойского, то есть это батальон Коломойского делал, да, поэтому они абсолютно подчинялись воинской команде. Потому что тут, значит, их агрессивность была, конечно, не инсценирована, то есть агрессивность была настоящая, но тонко контролируемая агрессивность, как вы знаете. Ну так вот, еще. Все, 7373948, 7373948, а вы были удивлены? 7373948, тем, что дещица стал, принялся материться в момент штурма и именно матом клясть Путина, интересно. Алло, здравствуйте. Долгое утро, Сергей, Сергей Москва. Сергей, да, прошу вас. Знаете, я не был нисколько удивлен, потому что на Украине сейчас происходят прям фарсы, и такие вещи уже не удивляют. Радует, насколько у них профессиональный министр иностранных дел, вот это вот, конечно, вот прям гордость за братьев берет. Да, 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 я понимаю иронию вашу. Да, слушайте, алло, алло, здравствуйте, 7373948, да, здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте, Сергей, в самом языке в Подмосковье, значит, правильно поляки их быдлом называли? Это нормально. Вы знаете, ну как бы поляки, может быть, не называли, характеризуя, а поляки делали из них быдло. Делали, издевались страшно. Это имеется в виду, вы имеете в виду, когда захвачена была, напомню, поляки называли украинцев быдлом в момент, когда они захватили Галецкое княжество и сделали современное Волынь и все это. Они, обижая, в сущности, в рамках некой социальной инженерии, изготовляли бы, ну, то есть унижали всячески украинцев, оскорбляли, обижали и, таким образом, загоняли в состояние скотское. Но, да, это история, это история. Хорошо, 7373948, простите, 7373948. Вы удивлены или вы не удивлены? Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. О, сорвался звонок. 7373948. Дищица матом высказывается о Путине. Вы удивлены? Так говорят 17%. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 83 не удивлены, кстати говоря. Алло? Доброе утро. Здравствуйте. Алексей, Москва, хотел тоже высказываться. Да, да, хорошо, спрошу вас. Вы знаете, к сожалению, это, наверное, уже тенденция какая-то в мировой дипломатии. Вот. Украина, она не одинока в этом во всем. Давайте вспомним тогда мгновенно Викторию Нуланд, которая совсем недавно матом, это мадам из Госдепартамента, весьма важная персона, которая недавно матом высказывалась о Евросоюзе. Когда она говорила, какова американская схема революции на Украине, она сказала, что Евросоюз идет лесом. Ну, то есть, она сказала матом только, она сказала, что вот мы сделаем так, так и так, тот-то, тот-то, тот-то победит, а Евросоюз идет лесом. Ну, матом. Абсолютно справедливо, хотя бы просто дополнить, добавить. Но это был телефонный разговор, внимание, это был телефонный разговор, она не говорила это на площади никогда. Вы поймите, то есть, то, чем это мотивировало свое поведение, да, что надо было сработать перед толпой. Ну, наверное, если что-то приехал гасить, не надо добавлять бензин в толпу, да, то есть, нагнетать. Ну, да, ну, да. Да, ну, неправильно. Нет, там видно, там видно, что он сладостный. Вот эта простота в дипломатии, она не приводит к пониманию или к лучшему восприятию. А может, вопрос. А как правильно? Наверное, было бы правильно. Наверное, было бы правильно. Как правильно, да. Вернуться к канонам, да, к дипломатии, к канонам этого искусства. К канонам, давайте я верну вас к канонам. Филипп Македонский, отец Александра, один из величайших дипломатов всех времен и народов. У фракийцев не слезал с коня, у даков был весь день пьян, говорят о нем. То есть, он умел подделаться под место. То есть, куда он приезжал? Он приезжал к дакам и с утра ходил бухой. Ну, или шатался так, как они. Он приезжал к фракийцам и с утра до вечера сидел в седле, ел в седле, пил в седле и вообще все делал в седле. Значит, говорят, великий дипломат, у фракийцев не слезал с коня, у даков был пьян целый день. Подделывался как дещица или нет? Нет, это абсолютно другое. Это, наверное, с точки зрения психологии зеркалить, да, то есть, если понять. Да, это зеркалить, но это не значит, что быть вот этим, да, то есть, он же оставил свою точку зрения. У дещицы все равно, вот вы видели видос там, видео, у дещицы восторг в глазах, восторг. Это другое. Конечно, конечно, он не берет под контроль толпу, а он с куля подползает к толпе, дещица, понимаешь? Дещица не берет под контроль толпу, а подползает к толпе. Правильнее было бы явиться на какой-нибудь дорогой машине, бронированной, инородным, инопланетным телом, пройти мимо толпы, что типа я от вашего имени сейчас помню. Как было бы правильно. Может быть, дипломат позвонит. Да, алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, вы дипломат? Нет. Да давайте, вы еще один не дипломатический, а тоже дипломаты. Давайте, мне вариант. Как поступили бы вы на месте дещицы? Надо взять под контроль толпу, и с одной стороны, а с другой стороны, он говорит, вот я хотел найти с ними общий язык, поэтому материал Путина. А с другой стороны, надо остаться дипломатом. Надо обязательно оставаться дипломатом в этой ситуации, но вся эта ситуация, которая, она именно имеет сценарий определенных других стран. Поэтому все бывает. Вы думаете, настолько, вы думаете, что дещицу научили быть придурком? Нет. Ну, я думаю, что... Ну нет, он сам, он сам, он сам, никто его не учил, никто его не учил. Он сам придурок. Нет, ну в смысле, я-то не дипломат, послушайте, мне можно, да, я славлюсь резкими, резкими квалификациями. Я славлюсь и, в общем, сказать, даже иногда подыгрываю собственному имиджу, поэтому, простите меня, я-то считаю, что он придурок, реально. Ну, фриковатый придурок. Больше того, фриковатый придурок, который хочет, который хочет, как тебе сказать, угодить толпе, угодить и унизиться перед толпой. Вот, 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 все, ну, как бы в припляс спускается перед толпой, вот в чем дело. Алло, здравствуйте, вы дипломат. А, день добрый, Роман. Да, Роман, а вы дипломат-то хоть или нет? Понимаете, Сергей, вот хочу объяснить одну вещь. Дело в том, что вот эти слова, которые он сказал, это песня, о которой поют... Да, 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 отлично, отлично, но они не ждут от него. Понимаете, да, то есть он подыгрывал этот дипл, подыгрывал толпе просто. Да, нет, понятно, но они-то не ждали от него, вы видели, как девчонки завизжали? Да, 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 да. Больше того, там была пауза, была пауза, когда он говорит слова матерной песни, матерной кричалки, пауза вдруг, потому что все шокированы, вот эти вот футбольные болельщики и, как теперь выяснилось, батальон Азов, финансированный, созданный Коломойским, они шокированы, у них уши в растопырку, они не верят сначала услышанному. Там пауза, заминка, и потом все, а-а-а, от счастья, потому что никто не верил, что такое может быть. Вот в чем дело.